Закон Гирякий Мне как-то сразу удалось вникнуть в роль. Мне понравилось проживать чужую жизнь. Мне хотелось быть больше тем Довбушем. Я надеюсь, что это чудо произошло и в том кино, которое мы сняли. Магия и соблазн кинематографа оказались всесильными. Певцы Харчишин и Ярымчук решили рискнуть своим музыкальным реноме и согласились сняться в картине о Довбуше. Ему треба подрезать крыло, и он сам впадет до нас с тех клятых гир. Для меня сейчас вообще это шок и сюрприз, что я вижу на постере себя и Валеру, и что этот фильм сейчас будет в прокате. Действительно, все делалось на очень минимальных ресурсах. И наш режиссер, он действительно не имел опыта. Это просто предприниматель, который сделал кино на голом энтузиазме. Но получилось талантливо. Вышло таланно в этом. Кадр 5, дубль один. Историческую сагу об Олексе Довбуше снимали 3 года на Буковине. И вот фильм-экшн «Легенда Карпат готов» начался прокат в кинотеатрах по всей Украине. Состоялась и мировая премьера. В Испании на кинофестивале в Марбелье фильм попал в номинацию «Лучший художественный фильм». Сейчас режиссер представляет фильм лондонскому зрителю, сообщили участники фильма. Большое кино сделать не так просто. Его нужно снимать по определенным законам кинематографа. Наконец-то мы уже закончили и выходим в прокат, который будет проходить в нескольких европейских и азиатских странах. Покажут и в Нью-Йорке, и в других городах, и Корея купила, кажется, во всем мире будет. Главные роли в кинокартине сыграли рок-музыкант, солист группы «Друга река» Валерий Харчишин и яркая самобытная певица, участница «Евровидения» Мария Ермчук. Для обоих петь – привычное любимое дело, а съемки в большом кино – это впервые. Стал, уклонился, ударил. Смелый дебют и рискованное испытание себя в актерской профессии. Это для меня было шоком. Как рокер будет играть Алексу Долбуша. Но Валера был очень гибким. Вот мне казалось, что, собственно, это и есть настоящий Долбуш. Для меня актерский опыт в полном метре первый. Но я играю время от времени в театре, сейчас я снимаюсь в другом кино, это уже комедия. Так что «Легенда Карпат» была стартом моей актерской, именно киношной карьеры. Верно, я соблазнилась тем, что, когда мне, например, захочется что-то изменить в жизни, то я бы хотела переключиться на кино. У меня совсем не было никакого опыта, это был полный экспромт. И, видимо, все так легко удалось, потому что Марийчка – женщина с гор, она с Карпат. А я там росла, и мне все близко. Я была предельно честной, я проживала и действительно верила в то, что я делаю. Уверенности Марии во время съемок придавала тот факт, что фильм снимался в родных и милых сердцу местах Буковины. Когда-то по улицам Вижницы ходил ее отец, знаменитый украинский певец и музыкант Назарий Ерымчук. Это вдохновляло юную артистку. Более того, оказалось, что мой папа снимался в фильме «Червона рута» на той же улице, где мы снимали «Легенду Карпат». Эта улица сейчас названа в честь отца, и это какие-то вещи такие происходят. Видимо, у вселенной есть свои маршруты. Приготовились! Три, два, один, начали! Для режиссера-постановщика фильм о легендарном опришке также был дебютным. Со времен Майдана Сергей Скабун замыслил снять ленту о знаменитом земляке Гуцуля – Лекси Довбуша. И вот мечта воплотилась в «Легенде Карпат». Кроме режиссера, там было еще много людей, которые свято верили в это дело. С такими искренними глазами и с такими сердцами, что, когда у меня опускались руки, я смотрел на этих ребят, которые вдохновляли меня. В самом деле, я вставал, возвращался, думая, надо идти до конца. Если эти люди соберутся, то они могут и страну изменить, не только кино снять. Они могут и страну изменить, а не только кино снять. Тема освободительного движения украинцев всегда была актуальной. И фильм, где главным героем является украинский Робин Гуд, сегодня сняли не случайно, уверены творцы. Ведь еще 300 лет назад Довбуш показал пример единства украинцев в борьбе за свободу против господского произвола. Я думаю, что это сложная тема. Это художественное кино, и ставка делалась не на борьбе с поляками там. Это общий образ борьбы украинцев за свободу, за справедливость, в конце концов. Карпаты и, собственно, Куцулы – это такой своенравный, никому не подвластный народ, который ни под одну политическую систему не прогнулся априори. Поэтому они всегда были в таких стрессовых ситуациях. И это такой народ, который держит любой натиск. Довбуш! Олекс Довбуш – борец, который отстаивает права народа, его интересы, а не собственные. Это карпатский Робин Гуд. Это теперь актуально, потому что нам нужны сегодня в Украине борцы за справедливость. И я думаю, что такой правильный месседж из недр души украинской, он сыграет положительную роль в сознании людей. Личность народного героя Олекса Довбуша окутана тайной и различными мистическими легендами. Одна из них гласит, что у Довбуша были сверхъестественные способности. Он обладал особой энергетикой и помогал апришкам избегать опасностей. Передали максимально ту легенду, которую люди создали. Есть одна из легенд – Довбуш не погиб. И в этом фильме есть на самом деле тайна – погиб или не погиб. Просто нам не хватает героев, мы всегда скорбим по тем, кто уходит. Я бы хотел, чтобы Довбуш остался жив. Ну, в каком-нибудь фильме вы увидите сами. В съемках фильма участвовали и местные гуцулы, преимущественно известные буковинцы, музыканты и актеры Черновицкого театра. Те актеры, которые прошли через наш определенный кастинг, они себя реализовали как актеры в кадре. И с моей точки зрения, они достаточно удачно перевоплотились в тех героев, которые были нужны по сценарию. На экране предстают действия, жизнь и подвиги народного героя. Раскрываются секреты необычных способностей и тайны личной жизни Олекса Довбуша. Незаменимой была и помощь настоящего карпатского Мальфара, ведь в основе сценария легенда о том, что Довбуш в детстве был немым. На воспитание его забрал колдун Мальфар, вылечил и наделил Олексу сверхъестественными возможностями. А ну дай мне свою руку. А ты не простый хлопак. У гор есть собственная мистика, сила и власть. Это нашло воплощение в легенде об отважном предводителе опришков. Но Валерий Харчишин рассказал, что ему, как современному человеку, сначала было сложно понять краеугольные законы гор. Были такие моменты, когда просто хотелось бежать со съемочной площадки. Поиск и вхождение в образ — это процесс творческий. Он очень сложный на самом деле. Я благодарен, скорее всего, обстоятельствам, что мы так долго снимали, и у меня было время войти в этот образ. Постановщики максимально стремились к достоверности кадра, и актерам пришлось непросто. Съемки проходили почти в экстремальных условиях высокогория, при температуре и минус 20, и плюс 40. Было много драматических моментов, как, например, встреча с волками, или сцены с настоящими кабанами, поединки с которыми снимали без дублеров. Вся тапанская нечисть проливает кровь людську. Теперь настав час, чтобы они умилили себя своей. Мы снимали в очень интересных локациях. Это Вижницкий район. Мы снимали в очень интересных локациях. Это Вижницкий и Путильский районы. Мы снимали в местах, где практически не было людей. Вообще дикие, высокие горы, куда попасть было чрезвычайно тяжело. Мы поднимали технику на руках. Наши актеры туда добирались изнурительным пешим ходом. Мы очень важны, знаете, пешим ходом. В таких экшн-сценах я не участвовала. У меня чисто драматическая составляющая. Собственно, с кабанами там сражался Валера. Всякие передряги, все это было у Валеры. Я просто приезжала играть какие-то такие межличностные моменты. Фишкой фильма являются историческое соответствие в оформлении и обличии героев. Костюмы старинные, музейные, им более 200 лет. А атрибутика соответствует эпохе 18 века. Все это актеры хранили как зеницу ока. Фильм создан по всем законам кинодраматургии. Поэтому в нем есть экшн и есть любовная линия главных героев. Конечно, у нас были любовные перипетии с Валерой, и это, по крайней мере, красиво. Моя роль Марички Дзвинки, его возлюбленной, она тоже такая немножко противоречивая. Отец Марички запрещал ей выйти замуж за Алексу. И она в какой-то момент решает бежать из дома и все-таки пойти навстречу своей любви. Я постійно думаю про тебя, Маричко. Это что-то такое великое в душі у мене. Тяжело ли играть любовь в кино? Актриса-дебютант заверила, что с таким замечательным партнером, как Валерий Харчишин, легко и приятно. Валера очень харизматичен. И вообще рокеры, они все вызывают у женщин желание сбежать с ними куда-то на байке. Чтобы ветер раздувал волосы, образно говоря. И Валера один из таких мужчин. Он прекрасный друг. Мы прекрасно влюбились друг в друга, как по-настоящему, для кадра. Все было действительно по-честному. И как только мы заканчивали снимать, мы становились отличными друзьями, товарищами. Но было комфортно, было классно. На самом деле играть любовь с человеком, который тебе как минимум неприятен, очень трудно. Мария очень легкая в общении. С ней было очень легко найти общий язык и на площадке. Рок-музыкант, лидер группы Валерий Харчишин украсил фильм не только своей харизматичной актерской игрой, но и музыкальным оформлением. Оригинальный саундтрек «Док и Яну Пишов» в исполнении группы «Друга река» органично усилил смысловую нагрузку ленты и придал философское звучание всеми увиденному зрителям на экране. Мне кажется, что он дополняет, особенно когда он там на титрах звучит. Как раз на финал песня ложится очень точно. Она дополняет кино. Валера написала эту песню, и это Валера ее исполнила. То есть это «Друга река» и очень классная песня, очень глубокая и ко времени. И глубокая, и на часе. Кровь не нахай платят за все. Так не важно. Люди в том, что переполнят не только тебя в одно. Украинцы заинтересованы в отечественном кино. Им хочется видеть своих героев, знать свою историю, слышать свой язык, уверены творцы фильма «Легенда Карпат». Я думаю, что это должно быть легкое кино для украинцев любого возраста. Это же 12+. Я надеюсь, что я еще пойду на этот фильм со своими детьми. И самое важное. После просмотра фильма, уверен Валерий Харчишин, задуматься над тем, что в жизни является главным, а что второстепенным. Ведь главный месседж творцов фильма — напомнить людям, какой сильной нации были и остаются украинцы. Да плюха, как это долг!